День спасателей Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС отмечает традиционно помпезно и широко. В музыкальном театре сотрудники и курсанты вуза поздравляют друг друга с профессиональным праздником и представляют свои достижения. В этом году мы решили сделать такую тему, как необычная в обычном человеке. Как оказалось, у нас в академии очень много людей, с виду вроде бы обычных, но имеющих такие необычные увлечения, от которых можно просто позавидовать, гордиться, а курсанты, студенты наверняка будут теперь на них равняться по сегодняшнему мероприятию. Преподаватели, которые поднимаются в горы, спрыгают с парашютом, опускаются с аквалангом. Праздничный концерт состоит из нескольких номинаций. Знакомят курсантов сегодня со спортсменами, творцами и экстремалами. Уникальными людьми по своим разносторонним интересам богата пожарная академия. Например, профессор Владимир Годлевский, человек, который рушит стереотипы в физиках и лириках. Пишет стихи и исполняет джаз в свободное время. На работе занимается серьезными исследованиями. Он доктор технических наук. На его счету около полутысячи публикаций. Успевает все и везде. Просто мне весело живется. Я считаю, что я счастливый человек, что у меня работа, которая мне нравится, несмотря на все сложные обстоятельства в современном образовании. Студенты плохие, они плохо учатся, они плохо коммуницируют. Но я как-то втянулся. И я вижу, что они к четвертому, к пятому курсу, они меняются. Они защищают дипломные работы и выглядят по-другому. И мне от этого становится приятнее. Владимир Александрович в аудитории строгий и требовательный преподаватель. На сцене человек-зажигалка. Слушать его одно удовольствие. Владимир Александрович выступает с программами инструментальной музыки от классики до фри-джаза, литературно-музыкальными перформансами и стихами собственного сочинения. Кроме того, он знает шесть языков. Просто нужно заполнять свой день рационально. Меньше смотреть телевизор, не пить пиво, отказаться от наблюдения за футболом, а изучать иностранные языки, слушать музыку. И, конечно, статьи, бесконечные статьи, публикации, книжки. Это очень увлекает, поверьте. Попробуйте как-нибудь. Александра Тихова еще одна необычная персона в пожарно-спасательной академии. Молодая девушка закончила вуз в Шуи и пришла в 2012 году работать сюда. Сразу покорила всех своей очаровательной улыбкой, легким характером и позитивом. Саша не только красивая девушка, но и очень сильный человек. Она укращает свои страхи. Недавно вместе с мужем покорила самую высокую гору Европы. Поднялась на 5 642 метра. Гид сказал, что вы поймите, что вы покоряете не гору, вы покоряете себя. И вот после этой фразы, что действительно тут осталось 600 метров, и это вот не гору мне надо покорить, мне надо просто себя покорить. Там на горе это просто неимоверная эйфория, это счастье, слезы, это эмоции, которые просто зашкаливали. И когда ты стоишь, у тебя облака под ногами, ну за это просто я даже еще раз готова подняться, чтобы увидеть это еще раз. Саша удивительный человек. Она боялась высоты и пошла покорять гору. Боялась воды и занялась серфингом. Впереди, рассказывает девушка, еще много свершений и целей, моментов преодоления страха. От высоты я боялась очень сильно и воды. Страх, страх есть один. Страх родить ребенка, это, наверное, мой третий страх. Но я думаю, что эта задача тоже осуществима, и муж мне в этом поможет. На таких людей нужно ориентироваться, считают в пожарно-спасательной академии. На праздники их представляют курсантам, чтобы задать курс молодежи. Нужно знать, к чему стремиться и на кого ориентироваться. Мария Смирнова, Антон Осипов, Вартова, Иванова.